Югра замерла в ожидании Духа Огня. Буквально две недели осталось до открытия самого яркого культурного события предстоящей весны. 21-го международного фестиваля кинематографических дебютов. 3 марта в Ханты-Мансийск съедутся знаменитые актеры и режиссеры, начинающие кинематографисты и опытные мастера. Напомню, президентом Духа Огня стал известный кинорежиссер Эмир Кустурица. Но, конечно, главные герои каждого кинофестиваля – дебютанты. В этом году в международной конкурсной программе «Семь картин» – это лучшие мировые кинодебюты 2022 года. Анна Журкевич пообщалась с конкурсантами. О таком эликсире вечной молодости мечтает, пожалуй, каждая женщина, не исключение и Анна, героиня фильма Себастьяна Баи, как актриса. Снадобье должно помочь вернуть мужа. Тем временем режиссер Себастьян Баи надеется, что волшебной силы хватит на то, чтобы очаровать жюри кинофестиваля Духа Огня. Я очень рад, что мой фильм попал в международную конкурсную программу кинофестиваля в Ханты-Мансийске. Это первый фестиваль моего первого полнометражного фильма. До этого я снимал короткометражные ленты. В них я очень трепетно создавал на экране женский портрет. И в этом фильме, как актриса, я продолжил эту тему. Во Франции, как актриса, выйдет в прокат уже после Духа Огня. Так что югорчане увидят ленту Себастьяна Баи раньше французов. В начале марта в Ханты-Мансийске состоится мировая премьера ленты. А вот фильм «Узлы» российского режиссера Олега Хомокова первыми увидели зрители в Китае. Был полный зал, все прошло прекрасно. Атмосферная лента Олега Хомокова позволит югорчанам увидеть красоту Кабардино-Балкарии и познакомиться ближе с ее эпосом. Сценарий фильма – это современная интерпретация легенды о башне Адиюх. Зрелый мужчина строит для своей юной жены дом, который становится неприступной крепостью. Конечно же я рад и горд появлению моего фильма в международной программе фестиваля Дух Огня. Эта площадка важна и нужна режиссерам, которые делают первые шаги на поприще кинематографа. Важна тем, что фестиваль предоставляет возможность встречаться с людьми, с именами, с профессионалами, с большой буквы. Кстати, возглавит международное жюри прославленный российский режиссер Павел Лунгин. Ему и его коллегам из Индии и Кыргызстана предстоит оценить 7 лучших мировых дебютов 2022 года. В международном конкурсе в этом году участвуют работы режиссеров из Тайваня, Индии, Ирана, Японии, Франции, Аргентины, России. В международном жюри мы старались соблюсти баланс, чтобы у нас были представители и Европы, и Азии, и мужского, и женского взгляда, чтобы они судили фильмы с разных точек зрения. И нам это, как мне кажется, удалось. В российскую конкурсную программу Духа Огня вошли 6 фильмов, в том числе работа молодого режиссера Малики Мусаевой. Фильм «Клетка. Ищет птицу перед Духом Огня» побывает на Берлинском кинофестивале. Это один из самых обсуждаемых дебютов. Так действие фильма происходит в одном из сельских поселений современной Чечни. В героине несколько девушек, каждая из которых пытается отстоять свое право на свободу и собственную жизнь. К слову, актрис в работе нет, все персонажи – настоящие жительницы Кавказа. Русский конкурс у нас становится все более значительным, поэтому с этого года меняется регламент. Мы в русском конкурсе тоже будем вручать «Золотую тайгу». Теперь «Золотая долга» становится приз за режиссуру имени Сергея Соловьева. И фонд семьи Соловьевых добавляет к этому призу и денежный приз в 500 тысяч рублей. В этом году начнет свою работу масштабный проект «Академия Духа Огня». Он объединит лаборатории, мастерские, школы, этнокино. «Академия» откроет новые горизонты для международного сотрудничества и новой локации для съемок большого кино. Добро пожаловать в игру всегда с кино, другими вашими талантами. Земля, которая примет каждого из вас и создаст условия для вашего развития. Конечно же, Дух Огня порадует не только авторскими фильмами. Кинофестиваль, как всегда, удивит культурной программой. О, когда говорят о змеях за территорией Ла Пеппи, я всегда вспоминаю, как я дралась с гигантской змеей в Индии. Вот однажды она решила полакомиться мною, она обвелась вокруг меня, но я не растерялась, я изо всех стукнула ее по голове. Бах! Тут она как зашипит, а потом я еще раз ей бац! Тогда она... Да-да, вот точно так было. Очень страшная история. Так, например, в озорную Пеппи Длинный Чулок на Духе Огня перевоплотится актриса Юлия Пересиль. Известно, что она же станет ведущей церемонии открытия 21-го фестиваля. Все самое интересное организаторы кинофорума, как всегда, держат в секрете, чтобы ближе к событию успеть удивить и впечатлить постоянных ценителей киноискусства. Анна Шуркевич, специально для программы «Больше чем новости».